О том, что ее жилье могли незаконно продать, Аня Аникеевой сообщили следователи год назад. О предполагаемой сделке женщина ничего не знала. Говорит, была в шоке от того, что чуть не лишилась квартиры. Меня вызывают в милицию, ищут, привозят документы, подписки, росписи, что моей рукой там ничего не подписано, ни я, ни в коем случае даже. Могло быть такое, что продали, и я была не в курсе. По делу о мошенничестве в особо крупных размерах проходят почти 50 человек – банда черных риэлторов. Заседание проходит в ДК Дзержинского. В здании суда не нашлось помещения, где могли бы одновременно находиться все участники процесса. По версии следствия, преступное сообщество работало в Самаре 4 года. За это время мошенники продали недвижимость на общую сумму почти 100 миллионов рублей. В деле 39 потерпевших, в том числе пенсионеры и люди, ведущие о социальный образ жизни. Есть эпизоды, согласно которым собственников вывозили в Сызринь, затем обманным путем забирали документы. Подделывали их и по ним продавали жилье. Подделали паспорт, то есть вклеили другую фотографию с другим лицом, с подсудим, который также проходит по уголовному делу. С этим паспортом оформили доверенность нотариальную. И уже непосредственно подставное лицо, выдавая себя за собственную квартиру, оформило сделку купли-продажи. Преступный бизнес, по версии следствия, организовала риэлтор Ирина Тюменцева. Ей может грозить более 15 лет лишения свободы. Остальным подсудимым наказание назначат в зависимости от степени участия в мошеннической схеме. Но многие отрицают свою причастность к черному бизнесу. Мой подзащитный именно невиновен, мы считаем, данным преступлением. Считаем, что стал, скажем так, невинной жертвой иных лиц, собственно, виновных лиц. По мнению моего подзащитного, он не знал, не мог знать о том, что его используют в мошеннических целях. Сейчас в суде допрашивают только свидетелей потерпевших. Подсудимые изъявили желание выступить последними. Следующее заседание состоится уже завтра. По прогнозам обвинения, дело может затянуться почти на год. Алина Чаймерис, Дмитрий Мешканцов, События.